Мы понимаем, что это только первый шаг к воспоминаниям, к восприятию тех великих традиций истории, которые мы должны сами чтить и передавать нашим будущим поколениям. Мне хотелось бы еще сказать, что сегодняшний наш вечер памяти и презентации книги, и фильма, он проходит в преддверии Дня защитника Отечества, поэтому я хочу всех поздравить с праздником Советской армии и военно-морского флота, пожелать всем доброго здравия, счастья в семье, и самое главное, чтобы та беда, которая нахлынула на нашу страну, она не повторилась вновь. Поэтому вы со своей стороны, мы как институция культурная со своей стороны, мы должны работать в этом направлении, постараясь как можно корректнее, дипломатичнее снимать те острые углы, которые в нашей жизни нам везде, со всех сторон выставляют. Поэтому я еще раз хочу вас поприветствовать, хочу поприветствовать сына легендарного героя, хочу поблагодарить фонд, который организовал данное мероприятие, и хочу с тем, чтобы мы восприняли это мероприятие как то, что-то внутреннее, искреннее, исключительно душевное, на котором житится вся наша жизнь и вся наша история. Спасибо вам большое, что пришли. Здравствуйте, дорогие друзья! Решили вас здесь поприветствовать в этом зале сегодня, а также выразить благодарность сегодня руководству библиотеки, с операционной возможностью вот так встретиться с вами. Знаете, когда мне приходится выступать, я говорю так, вот сыну, Мария Алисия, я, когда мы стали с вами детям, когда перед библиотеки, я говорю, я не сын теперь, а я заместитель библиотеки, понимаете, на земле, вот с 2001 года, когда он ушел из этой жизни. Что делать? Вы знаете, как-то прославлять своего отца немножечко как-то было мне поначалу, как-то так, ну, неудобно вроде, знаете, а потом меня убедили, что ты острый. И действительно вот, ну, нужен этот подвиг, чтобы о нем знали люди, понимаете? Нужна книга, нужен фильм. Почему? Потому что действительно он помогает людям преодолевать те сложности, которые, те тяжести, те невзгоды, которые в каждой жизни есть наши. Вот. Ну, здесь всегда очевидно все, и настолько все. Что мне хотелось бы еще сказать? Знаете, когда вот в воле судьбы, так, 56 лет, мне пришлось каждый день почти, да, вот видеть, вот так, быт нашего прославленного героя. И, знаете, когда уже было мне лет, наверное, 16-18, да, я начал задуматься, а вот в чем же кроется его, это несгибаемая воля, описанная, вот, Борис Николаевичем Болевым, да, в повести о свечем человеке. Где она? В ее корне. И вы знаете, что мне кажется? В ее корне в том, что, принимая какие-то решения, сначала обдумывая их со всех сторон, взвешивая, он шелкнем, прямым путем шелкнем, не сворачивая, потому что был уверен в том, что правильности своих решений. А, понимаете, вот, и поэтому как-то свернуть его с какого-то пути. Если он сказал, я коммунист-лененец, все, вы его не сленете с пути. Так он никогда не свой обратильный билет никому не отдавал, никому не доверял, и никогда его где-нибудь не откладывал в сторону. Вот. Что касается его подвига, конечно, понятно, что, безусловно, стопроцентный инвалид, он никогда не хотел быть инвалидом. Никогда вот потерять ноги, он никогда не хотел, знаете, вот такой случай, когда, ну, вот сидит человек, обедал там, да, сюда, и вместе, да, там, пап, давай я с тобой помою посуду, да. Ну, это ведь просто, знаете, житейский. Уйди, 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 мне надо двигаться, иди, иди, все. Знаете, вот, его кабинет в комитете ветеранов военных обедов на втором этаже, и сотрудник говорит, Владимир Владимирович, вам, наверное, тяжело подниматься на второй этаж, там, вот, по лестнице, все, ни в коем случае будут подниматься. И вот человек, вот, знаете, вот так, как-то он старался быть не инвалидом, а нормальным человеком. С этой точки зрения, понимаете, как я всегда его и рассматривал. Потому что когда спрашивают, что, ну, а как вот, да для меня он никогда инвалидом не был, знаете, вот так. Да, я сейчас вспоминаю вот так, когда он шнуровал свои протезы, когда он надевал их, да, вот, что-то такое, да, но, а так, по жизни никогда не чувствовал, что он, что-то в него нукнет, или что-то он такой, какой-то ущербный, никогда. Поэтому, понимаете, как важно вот этот настрой жизненный, попадая в такие террорные условия, оставаться человеком, человеком верным своей силе, то есть своей силе воли, что ли, как я смогу так выразиться, верным своему отечеству, верным своему долгу, понимаете, вот, как именно гражданина нашей страны. Вот, поэтому и нужны такие вот наши примеры геройства. Да, жаль, конечно, что, я уже говорил, как-то и несколько раз уже, и где-то вот на передаче, когда приходилось выступать, что Малисиевых во время войны было много, а Полевых мало. Поэтому, может быть, и вот родилась такая мысль, действительно, книгу издать эту, теперь книгу переиздать. А теперь еще, знаете, хочу с вами поделиться, и так посоветоваться, действительно, когда вот разговариваешь с людьми, он говорит, слушай, ну, написал по нему и книгу про отца. Но ты же много знаешь, помимо всяких случаев, действительно, как в него формировался характер, тоже какие-то рассказы были отца про свое детство, как после, как он создавал это ветеранское движение, естественно, в войне, в 1856 году, когда организовался комитет ветеранов войны. И поэтому, понимаете, как вот такое думаю, сейчас я думаю, а если взять и действительно написать книгу об Алексея Петровича вот с юных и до последних дней его? Я думаю, что, может быть, она нам с вами пригодится. Может быть, потом, после фильма, который мы сделаем вот этот первый, может быть, потом выйти в нашу жизнь какая-то, ну, назовем вот такое условное трилогия, что ли, не знаю, не знаю. Это, вы знаете, вот это, просто бы я поделился с вами такими мыслями, такими на будущее. Вот. Поэтому, конечно, еще раз, я думаю, что мы не в последний раз с вами увидимся. И еще и еще раз вас благодарю за то, что вы ответили на наше приглашение, действительно. И пожелаю нам всем, действительно, через имя Моресьева добраться до тех забытых героев наших военных лет и тех героев наших военных конфликтов, событий современных, с которыми наша молодежь сейчас может непосредственно, глаза от глаза, так сказать, увидеть пример служения нашему Отечеству. Давайте, я думаю, что это поможет нам, действительно, преодолеть наши все шероховатости, как говорилось, в нашей современной жизни. И все наши, действительно, неврядицы здесь. Понимаете, все недовольства. Почему? Потому что, действительно, перед такими людьми только можно снять шляпу, шапку, поклониться им до земли. Тем более в год, в год 73-й нашей победы. Поэтому успехов нам желают, да? Ну и хороших фильмов, хороших книг. Спасибо. Дорогие друзья, добрый день. Огромное спасибо Библиотеке иностранной литературы за то, что они дали нам эту площадку не только как здание, не только как зал, а как возможность сказать очень важные слова и услышать их от вас. Мы хотим снять фильм о Герое Советского Союза Алексея и Марисея. Как говорят, время создает героев, время воспевает героев. Мы надеемся, что сейчас в нашей стране настало именно такое время, что с безвременем покончено уже навсегда. Потому что то, что происходило в годы без времени, мы с вами прекрасно знаем. И так как мы хотим снять фильм, для нас очень важной задачей является выскочить из вот этих вот, из этой парадигмы того, что снималось о войне в наши последние годы, в нашем климатографе российском, когда на экране, да, показывались люди, которые жертвовали своей жизнью, но все это было настолько функционально и настолько в некой такой парадигме, такой поделке, что вот едет танк, он стреляет, горит, вот летчик, он стреляет, влюбляется, вот кто-то гибнет, а вот есть злой, ужасный особист, который обязательно должен быть со страшным перекошенным от злости лицом, он обязательно должен быть ужасным, должен быть антисемитом, и в конце его должны убить немцы. А вот хороший генерал, а вот заблуждающийся верховный главнокомандующий, который руководил войной по глобусу, как нас долго уверяли, вот чтобы выйти из всего этого, очиститься от всей этой шелухи и снять непредвзятый фильм о простом волжском парне, который родился в Камышине, который перенес малярию, который был болезненным, который потом по комсомольской путевке уехал строить завод в Комсомольске-на-Амуре, вот своими руками, который начал в Комсомольске-на-Амуре летать, реализовав свою мечту о небе, который встретил войну в Бальтайске, который прошел 41-й год. Как мы знаем, те пилоты ВВС РКК, которые не были сбиты в 41-м году, это были опытные летчики. То, что они остались живы к 42-му году, говорит о том, что они научились защищать себя и начали урон врагу наносить. И вот в апреле этого 25-летнего парня сбивают. Дальше историю мы знаем благодаря книге Бориса Полевого, но мы книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и фильм 48-го года оставляем своему времени. Мы снимаем фильм, глядя из нашего времени. И мы сознательно ушли от того образа, от тех приемов, от тех метафор, от той идеологии. Потому что сейчас снимать фильм так же, как он был снят с Павлом Кадышниковым в главной роли, невозможно. А невозможно еще по той причине, что мы выиграли войну, но проиграли мир. И мы это видим сейчас. Мы видим, как нашу страну выставляют страной, которая начала Вторую мировую войну. Мы видим, как пересматриваются итоги Второй мировой войны. Как нас принуждают каяться в своей неполноценности, что мы виноваты за всю эту кровавую тиранию, что мы должны покаяться. Да в чем мы должны покаяться? В том, что мы оставили половину генофонда на этой войне? В том, что в нас эта рана сидит, эта боль, которая в каждой нашей семье, в каждом человеке. Мы уже от этой боли никогда не уйдем. Мы ее будем передавать из поколения в поколение. А вот как сделать это на экране, так чтобы это не выглядело лупком, так чтобы это не выглядело ура-патриотической лентой, чтобы это не было написано плакатом пером? Ну, вот как это сделать? Мы, прежде чем приступить непосредственно к съемкам фильма, сняли небольшой тизер. Тизер – это такой эскиз, если говорить терминологией художников, когда они намечают какие-то вещи, может быть, какую-то психологию, может быть, какой-то поиск, может быть, как вот... Да даже как человек ходит, как актер, вживается в образ Алексея Моресева. Вот как встать на ноги, когда у тебя нет ног? Как вернуться в кабину сначала учебного самолета, потом истребителя? Вот что должно произойти в человеке, чтобы он в себе эту силу нашел? Что это такое? О чем? Как от смерти защититься? Пистолет ТТ от смерти не спасет. Учение Марка Сергея Ленина от смерти не спасет. Комбинезон от смерти не спасет. Что должно быть внутри этого человека, Алексея Моресева, который будет играть актера? Что, чем он победил? Вот, наверное, каким-то внутренним светом, как я для себя это называю, силой рода нашего русского. Потому что в конечном итоге, даже если мы оставляем всю идеологию, без которой, безусловно, нельзя было победить в войне, но сейчас мы не можем делать фильм образца 1948 года. Вот тем внутренним сгустком света, который Алексей, который грел его в этом лесу, 18 суток, который позволил ему не умереть на операции, которая производилась без наркоза, которая через боль позволила ему вернуться, подумайте, управляйте автомобилем, и попробуйте просто, когда у вас болит нога, встать со стула и пройти. Подумайте, что этот человек испытал, через что он прошел, чтобы вернуться в воздух. Это античная легенда, по большому счету. Когда молодой бог, низвергнут с неба, другими богами, этими белокурами, которые пришли на нашу землю, он терпит боль, страдания, безверие, безверие людей. А потом он находит в себе силы от Матери-Земли подняться сначала на ноги, потом на костыли и так далее. И не только это, у него много искушений, как у любого античного героя много искушений. Спокойной жизнью, женской лаской, не идти обратно, остаться здесь. Может быть, для заработка играть на гармошке в пивно. Потому что, как говорит один из героев, говорит, ты нормальный парень, молодой, без ноги, жалко тебя. Будут подавать, давай, иди. А он говорит, что вот моя жизнь такая, какая она есть, я по-другому не буду. И вот этот бог возвращается в воздух и побеждает. Вот об этом мы хотим снять фильм. Чтобы к нему подступиться, мы сделали небольшой тизер, который мы хотим вам сейчас показать. Вы первые зрители. Это, опять же, повторюсь, в тизере нет кадров из фильма. Там много, достаточно условностей, и ничего из того, что вы сейчас увидите, в фильме не будет. Но мы хотели хотя бы чуть-чуть сами для себя понять, как сделать первый такой подход к этой теме. Потому что тема, это очень, она, с одной стороны, очень выигрышная. Конечно, снять фильм про Алексея, но кто же не знает про Алексея Моресева. Так вот, я вам ответственно заявляю, никто не знает про Алексея Моресева. Мы делали кастинг. В 16 лет ты можешь не знать, кто такой Маркс, Энгельс, Ленин. В конце концов, ты пойдешь на исторический факультет, тебя научат этому. Но не знает, какой Алексей Моресев, не знает, фамилия людей, которым ты обязан жизнью. Жизнь обязан. Тем, что ты сейчас не работаешь, не потрачешь. Как постарбайтер. А ты живешь. Вот эти фамилии знать надо. И мы этот фильм делаем, в первую очередь, для молодого поколения. Чтобы те люди, которые пришли в зал, чтобы они сели, чтобы они не смотрели на этот, как на образ какой-то дай. Идеологически, да, правильно, поддержанно. Это подвиг. А что такое подвиг? Почему он рождается? Что человеком движет? Вот об этом мы хотим снять кино. И мы хотим снять его таким образом, чтобы те люди, которые молодые, парни и девчонки, которые сидели в зале, они понимали, что да это же я. Вот в том великом понимании свободы, и в том великом понимании ощущения себя, как человек, который честен перед самим собой. который сделал все возможное для того, чтобы остаться человеком. Сейчас посмотрим тизер. Опять же, повторюсь, это эскиз. И потом я немножко расскажу о тех людях, которые откликнулись на наш проект. Огромное спасибо, что пришли. Я согласен со всеми коллегами и вообще со всеми теми, кто выступал на этой сцене. Действительно, дело очень нужное, очень важное. И материал, за который мы беремся, он очень своевременен. Сейчас очень подходящее время именно для такого материала. Потому что я согласен с Денисом, возможно, мы проиграли войну за мир, но скорее это было сражение, но мы должны воевать за будущее. За будущее тех мальчишек и девчонок, которым сейчас 9, 10, 13 лет, у которых просто нет мотивации, которым мы вместо того, чтобы предлагать историю о настоящих героях, мы показываем им героев, вымышленных, наделенных сверхнечеловеческими способностями. И когда, если, не дай бог, придет беда, эти дети не смогут ничего сделать для своей страны. Те, которые воспитывались на всяких суперменах и так далее, и на прочей ерунде. А те, кто будет смотреть вот такие фильмы, они, конечно, смогут принять нашу замечательную родину и нести и память о великих ее моментах, и, собственно говоря, пронесут с честью будущее нашей страны. Вот именно за это мы должны воевать. Я думаю, что все с этим согласны. И действительно, эта беда, Великой Отечественной войны, она коснулась каждой семьи, и вот Даша рассказывала. И я тоже, причем от отца, дед мне никогда не рассказывал, но отец и мама мне рассказывали про деда Илью, которого бабушка из госпиталя принесла в шале, потому что есть было нечего, и он там просто умирал. Он воевал на Дальнем Востоке, и вот из госпиталя бабушка принесла его в шале, в деревню, и там откормила, выходила. Просто чтобы мы представляли, в какое время они жили, оставались людьми. Понимаете, как это важно? Я помню интервью Алексея Петровича 56-го, по-моему, года, когда он рассказывал мальчишкам и девчонкам в пионерлагере, да, по-моему, это тогда было, и он говорил, посмотрите на меня, ребята, я обычный человек, я обычный русский человек, ничего во мне особенного нет, я такой же, как вы, как ваши родители, дедушки, бабушки. И потом показывали глаза этих детишек. И можно было прочесть, что у них, у них в их глазах, в их взгляде, можно было прочесть, что есть надежда, надежда за будущее, раз он обычный человек, и смог сделать такое, значит и я, мальчишка, 12-13 лет, я тоже смогу принести пользу своей родине. Ведь у них нет мотивации, у детишек-то, они встречаются там с блогерами, и те рассказывают, как они заработали, там, не знаю, первый миллион. И разве это мотивация, разве она даст будущее нашей стране? Нет, конечно, не даст. Вот такие люди дадут. Поэтому очень важно снимать вот такие проекты. И сейчас мы должны эту работу, ну, на нас, конечно, большая ответственность. Я уверен, потому что очень хорошая, очень хорошая группа собирается, и все буквально болеют этим делом. Я почему-то верю, что мы покажем в кино настоящих людей, неряженых, вот как говорил Денис, а настоящих людей, на плечи которых такая беда завалилась. Желаю нам всем хорошей, плодотворной, полезной работы. Спасибо большое. Друзья, еще буквально пару слов просто о том, забыл сказать, вот Жанна не упомянула, почему мы этот проект снимаем в Саратовской области. Ну, помимо того, что по всем энциклопедическим законам Алексей Петрович Морисов родился в Саратовской губернии, он является земляком. Я сам саратовский, вот, и проект мне очень близок, и город я очень люблю. И так, как уже Жанна говорила, там действительно, не только там все очень удачно сошлось, и то, что Алексей Петрович родился в Саратове, и то, что Саратов, вот, если вы идете по городу, через два-три здания вы видите мемориальную табличку. Здесь находился эвакуационный госпиталь, здесь формировалась стрелковая дивизия, здесь находился штаб ПВО, то есть город, он оказался в волею судеб между Воронежским и Сталинградским фронтом, и был такой ключевой опорной точкой обороны из Сталинграда, на самом деле. Саратовский авиационный завод знаменитый, который выпускал самолеты Яковлева. На этом самолете как раз в апреле, до апреля 42-го года летал наш герой Як-1. К сожалению, вот, в 43-м году был произведен налет на авиационный завод, и было разрушено 75% завода. мощности, мощности и завода. И Сталин прислал телеграмму, чтобы директор завода, директор завода посчитала возможность, стоит ли его восстанавливать, не имеет ли смысла перенести производство. Через неделю завод уже давал новые самолеты. Вот то, что не удалось сделать люфтваффе, в свое время сделали наши реформинг-ваффе. Сейчас Саратовский завод не существует. Он обанкрочен, и на его месте находится торгово-развлекательный комплекс. И о том, что там ковалась победа, напоминает только постамент самолет Яковлева. Это горько осознавать. К сожалению, утрачена даже документация. Вот мы сейчас столкнулись с тем, что мы не можем найти документацию, инженерные чертежи, размерные, для того, чтобы нам делать макеты самолетов Як-1, самолетов ЛА-5 и ФН. Ну, немецкая документация сохранилась. Мы знаем, как сделать Мистер Шмидт в размерах, как сделать Фокки Ульф в размерах. А вот наша не сохранилась. То есть связывались мы с МПО Лавочкина, которое делали ЛА-5. Это просто делюсь уже тем, как мы разрабатывали картину в производстве. Связались с МПО Лавочкина, говорят, у нас нет чертежей. Говорят, ну как, вы же делали эти самолеты? Вы же, у вас же хотя бы в архивах должно быть. Да вот как-то нет. Ни одного размерного чертежа не сохранилось. Вот для того, чтобы у нас... Мы хотим сделать хорошее кино, достоверное. Мы хотим сделать макеты достоверные, не такие, какие порой иногда встречаются на наших экранах, на которые стыдно смотреть. Тяжело это, тяжело, потому что не сохранилось практически ничего. В той же Америке, которая является нашим заклятым геополитическим другом, есть летающие модели самолетов времен войны. И эти Тандерболты, и МП-40, все они летают. У нас единицы. Вот самолет, который снимался в тизере, это единственный сохранившийся самолет Як-1. Это, правда, Як-1Б, более поздняя модификация, которая стоит в музее боевой трудовой славы на горе в Саратове. Вот нас дирекция музея пустила, любезно его снимать. Самолетов Ла-5 не сохранилось. Есть Монино, но это музейные экспонаты, конечно, нам не дадут их снимать. Опять же с формой. Вот сидит Наташа Леви, Нольда Таланова, наши художники. Надо создавать форму, вот эту форму 42-го года, которая была еще с петлицами, со знаками различия. Вот там был майор ВВС, который сказал, что, дружок, у тебя обеих ног нет. Мы тизер попустили в сеть, тут же начались звонки, а почему у него орден красной звезды на левой стороне груди, когда он носился на правой. Он говорит, ну, потому что до 42-го года он носился на левой стороне груди. Вот такие маленькие детали, из которых складывается достоверность всего. Понятно, что мы не сможем, ну, мы не сможем бы создать эпоху, потому что мы не снимаем компьютерную игру. Так сказал один известный продюсер, очень известный, когда мы пришли к нему с этим проектом, он говорит, ну, у вас про что кино-то? Я говорю, про людей, про человека. Говорит, ну, нужно аттракцион. Аттракцион нужен, потому что сейчас не будут про людей смотреть. Я говорю, ну, а как тогда мы, мы же не аттракционом, вот Александр Матросов, Алексей Моресев, они же не аттракционом занимались, они своей кровью, своей жизнью все это делали. Мы хотим такой же, да, своей актерской кровью тоже вложить, часть гражданской крови вложить в это дело. Говорит, ну, это, нет, нужно аттракцион, чтобы летало, взрывалось, скрилось, серебрилось. Ну, вот есть фильмы-аттракционы. Там есть немецкий офицер, у которого роман с нашей прекрасной девушкой, вот они там мучаются, значит, своей любовью. Вот. А эта история выдуманная, она нереальная. Ну, зато там аттракцион, там взрывает все, искрится. А если, допустим, снимать фильмы про Сталинград, как на самом деле это было, как с 24 по 27 августа полгорода было сожжено и уничтожено, просто сожжено, люди сгорали, как головешки. И про то, как ходили бригады девушек и доставали людей из-под завалов, как они нашли роженицу, приняли у нее роды. Это реальная история. Почему вам в этом не снять кем-то? Потому что, как только мы начинаем снимать фильм, ну, пользуясь терминологией Бориса Плева, о настоящем человеке, у нас сразу же возникают проблемы с дистрибуцией. Тем более на Западе. Потому что советский человек, русский человек, по определению, не может быть человеком с человеческим лицом. Потому что ему же еще в Берлине надо 10 миллионов немок насиловать. Как это он может быть простым таким, ну, хорошим человеком? Не может он быть. Нужно обязательно, чтобы он был какой-то изъян в нем. Ну, вошли они в Берлин. Ну, они же были все зверьем. Вот. И надо заслон-то ставить на этом пути. Вот. И для того, чтобы его ставить, опять же, мы не можем делать, как сказал Вадим, фильм с ряжеными и фильм с недостоверными всякими вещами. Поэтому сложностей много. Вот я говорю, что много очень утрачено. НПО «Лавочкин» имеет чертежей самолетов Ла-5. Школьники не знают ничего про фамилию Морисин. Значит, утрачены какие-то, значит, там, знания, проношения орденов. Но самое главное, что они утрачены, это наше желание быть достойными тех людей, о которых мы снимаем кино. Вот. И последнее, что я бы хотел сказать, еще, почему Саратов, вот в 2018 году президент Владимир Владимирович Путин дал такой наказ нашим культурным учреждениям, давайте будет развивать региональное кино. Чего у всех в Москве, да в Москве. Вот. Я так как знаю ситуацию изнутри, я считаю, что, вот я не знаю, кто ему подсказал это, очень своевременная история. Потому что, ну, Москва, Ленинград, Санкт-Петербург. Раньше было много у нас киностудий в Советском Союзе. Ловская была киностудия, это невосточная. Да и в Саратове была Нижневорская студия, там снимались фильмы, но потом она на кинохронику перешла, так как Саратов был закрытым городом. Так вот, мы хотим этим проектом пробить такой тренд, как раз регионального кино, потому что есть у нас много планов до 2030 года, есть планы, есть план снять трилогию про Алексея Морисева, потому что подвиг этого человека не только в том, что он совершил на поле брани, его жизнь безумно интересна в своем развитии, начиная от Камыша, потом Комсомольск на море, потом война. А сколько после войны интересных поворотов. Вот Валентина Пестерова, которая этим занимается, по крупицам это восстанавливает, это потрясающе интересная, насыщенная и непарадная история. Это очень непарадная история. Этот человек был бойцом до конца своих дней. Может быть, вы не знаете, но именно Алексею Морисеву мы обязаны по явлению Дня Победы, Праздника Победы. Это с его инициативы все пошло. Ну, и знаете, что глава государства Брежнев принимал факел, огонь, которым был зажил вечный огонь из рук Алексея Петровича Морисева. То есть у этого человека потрясающая история с точки зрения драматургии, она вот, как оказалось, яркая, такая выставочная, имиджевая. То есть сколько этот человек сделал для имиджа нашей страны за рубежом, это сложно переоценить. И имел право это сделать, потому что он был настоящим героем. Не ряженым, как сейчас многие не дут, он был настоящим героем. Вот об этом тоже очень интересно снять фильм. Вот. И мы хотим возродить кинопроизводство в регионе. Вот мы хотим начать именно с Саратова. Очень надеемся, что нас поддержат, нас уже поддержат с этим видом. Потому что невозможно в кинопроизводстве такая ситуация, когда, знаете, как любой шлуп, он стоит там в вашем, ну там где-нибудь в обе рубль, как только он попадает в кино, он стоит 10 рублей. Как только, я не знаю, что это стоит там 10 рублей, в кино это стоит 100 рублей. Так невозможно снимать, так кино загибается. Почему вот в фильмы не делают кассу? Потому что они стоят таких безумных денег, безумных денег, потому что очень трудно их отбить. Вот. И с этой ситуацией надо что-то делать. Пока вот есть люди, пока есть желание, пока есть рвение в регионах нам помогать, мы хотим именно вот фильмом Героя Советского Союза начать такой большой инфраструктурный проект, возродить кинопроизводство. Ну, в данном случае в Саратове, в Поволжье, скажем так, не только Саратов, потому что мы самого героя нашего фильма позиционируем, ну, не только как Саратовского, это парень с Волги. Это вот тот как раз характер, который... Помните парень из нашего города, старый фильм с Николаем Куречковым? Вот какую-то такую историю... Понятно, тот фильм был тоже в свое время был сделан, но там есть что-то такое человеческое, чего хотелось бы очень найти, именно найти. И я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли, потому что именно вот в такой циркуляции энергии человеческой и рождается наша убежденность в том, что мы делаем нужное дело.